Добрый вечер, вы смотрите новости на 12 канале. Меня зовут Екатерина Шипилова и вначале коротко о главном. Настрой не оптимистичный. Пугает, что у нас в последние дни идет рост. Если раньше в день заболевало 2 человека, 3, то, допустим, в последние дни, получается, в воскресенье 9 заболело, в понедельник уже 11. Губернатор в эфире радио оценил ситуацию с коронавирусом в регионе, а также сообщил о судьбе салонов красоты и детских садов. Защита, как при ядерном взрыве, в Москаленках начали шить маски из особой ткани. Аномально теплая весна ставит под угрозу посевную. Нужно делать почвенный анализ, знать, что туда земельки надо, что этому растению надо, какое питательное вещество. Аграрии в срочном порядке запирают влагу в земле, что еще поможет пережить знойное лето и получить хороший урожай. Александр Ильич, у нас вызов. 33-я северная, 122. Уже 122 года они спешат на помощь. Профессиональный праздник сегодня у врачей не отложки. Музей прямо в подъезде. Жители многоэтажки оформили бессмертный полк на лестничных пролетах. Он всегда спрашивал, как ты, как дети, и что все будет хорошо. Самое главное, ты только жги. Соседи не только смотрят, но и делятся историями подвигов своих родных. Владимир Путин продлил нерабочие дни до 11 мая с сохранением зарплаты. А после этой даты ограничения будут постепенно снимать. Президент вновь обратился к россиянам и отметил, что распространение эпидемии в России удалось затормозить. Но ситуация по-прежнему остается сложной. Пик болезни не пройден. Впереди самый напряженный этап борьбы. Угроза сохраняется и может коснуться каждого. В этой связи решено в следующие дни, вплоть до 11 числа, объявить выходными. Пик еще не пройден. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку. Угроза, смертельная опасность вируса сохраняются. И это может коснуться каждого. Но чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет. Конечно, конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились. Но, повторю, полагаться на то, что угроза якобы снизилась и теперь точно обойдет нас стороной, было бы беспечно. Также президент сообщил, что главы субъектов сохраняют особые полномочия и могут вводить ограничительные меры с учетом обстановки в регионах. Сейчас в России развернуто 116 тысяч коек для лечения пациентов с COVID-19. Минздраву поручено вести мониторинг как в целом по стране, так и в каждой области. Важно действовать на опережение, быть готовыми к любому сценарию развития событий. Производство аппаратов искусственной вентиляции легких, защитных масок, спецкостюмов для врачей и тест-систем существенно выросло. Но дефицит еще существует. Потому Минпромторг обязан наращивать объемы выпуска по этим позициям. А правительство должно разработать новый пакет мер поддержки экономики и подготовить общенациональный план действий для нормализации деловой жизни в стране. Эпидемия сильно ударила по экономике, по бизнесу. С острейшими проблемами столкнулись многие индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане. Небольшие компании, в том числе семейные предприятия, в развитие которых люди годами вкладывали свои силы, труд, сбережения, надежды. Мы обязаны их поддержать, дать им уверенность в будущем. Поэтому поручаю правительству уже в ближайшее время разработать новый, очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. Но это не все. Прошу правительство совместно с регионами и бизнесом начать подготовку на перспективу масштабного общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики. Диагноз COVID-19. Тем временем зарегистрировано у 82 хомячей 11 новых случаев. Это пациенты в возрасте до 60 лет, а также двухлетний ребенок. Все они контактировали с приехавшими из столицы, либо сами накануне вернулись из Москвы. В России за последние сутки зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Излечились от инфекции почти 8500 человек, еще 867 скончались. О том, что в ближайшее время регион ждет рост количества заболевших, в прямом эфире «Радио России» в Омске рассказал Александр Бурков. 12 канал вел прямую трансляцию. О МИЧИ задали главе региона десятки вопросов. Жителей волновало, когда отменят режим самоизоляции, будут ли в ближайшее время открыты парикмахерские и детские сады. Какие заявления сделал губернатор, расскажет Анна Черных. Александр Бурков в прямом эфире дает оценку эпидемиологической ситуации в регионе. Настрой далеко не оптимистичный. В Омской области еще один человек скончался от коронавируса. Таким образом, в регионе двое умерших от инфекции. Это мужчины 71 и 79 лет. Глава региона отмечает, жители стали беспечно относиться к режиму самоизоляции. И последствия налицо. Количество заболевших в регионе растет. Меня пугает, что у нас в последние дни идет рост. Если раньше в день заболевало два человека, три, то, допустим, в последние дни получается в воскресенье девять заболело, в понедельник уже одиннадцать. Мы видим, что растет. И здесь, конечно же, решение, которое мы будем принимать 29-го на оперативном штабе, будем исходить из мнения, еще раз подчеркну, главного санитарного врача и медицинского сообщества. Режим самоизоляции бьет и по бизнесу. Экономический блок просит об открытии предприятий. Роспотребнадзор заявляет, это может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации. А на чаше весов жизни омечей этот аргумент каждый раз становится решающим. Так что режим самоизоляции в Омской области, вероятнее всего, продлят на майские праздники. Но компании будут постепенно возвращаться к работе. Один из самых волнующих жителей вопросов — открытие парикмахерских. Александр Бурков отмечает, сейчас в региональном правительстве прорабатывают механизмы запуска салонов в работу. Нужно, наверное, давать возможность работать парикмахерским, сделать по записи какую-то систему, да, вот соблюдение всех этих санитарных защитных мер и здесь дать возможность работать. Мы над этим думали уже и 29-го еще раз рассмотрим. А вот детские сады в регионе, вероятнее всего, останутся закрытыми до середины мая. Позиция главного санитарного врача региона — категорично открывать их в период роста заболеваемости нельзя. Особо важный вопрос в условиях пандемии — оснащение больниц. Губернатор подчеркнул, врачи сегодня обеспечены всеми нужными средствами индивидуальной защиты. Их медикам поставляют в том числе и предприятия. Только от Томского нефтеперерабатывающего завода поступило 650 тысяч масок. Еще 20 местных компаний налаживают их производство. Что же касается оборудования, то поставлять аппараты ИВЛ в Омск помогают частные медицинские компании, промышленные предприятия и даже другие регионы. Здесь суть заключается в чем? Не хватает ИВЛ по всей стране. Их не успевают производить. Мы вот получили на прошлой неделе 7 ИВЛ из Екатеринбурга. Напрямую договаривался с губернатором, с руководством завода. Они пришли уже? Да, уже пришли. Еще 7 придут на этой неделе. В трудную минуту мы видим, как люди объединяются и как оказывают поддержку. Прозвучал в эфире вопрос, касающийся ограничений авиасообщения с Москвой. На долю столицы сегодня приходится самый большой прирост новых случаев заболевания коронавирусом. Но прерывать сообщения с центром не будут. Как пояснил губернатор, закрытые границы нанесут новый удар по экономике. Под угрозой окажется работа ведущих предприятий. Чтобы не допустить распространения инфекции, в пунктах пропуска поручено организовать жесткий контроль пассажиров. Анна Черных, 12 канал. Задавали главы региона и вопросы о поддержке бизнеса. Губернатор отметил, предприниматели терпят убытки. За апрель налоговые поступления упали больше, чем на треть. Хотя по итогам первого квартала доходы областного бюджета впервые выросли сразу на 20%. Для сравнения, в прошлом году было всего лишь 5. Глава региона подчеркивает, сейчас предприниматели в тяжелой ситуации. Многие вынуждены искать средства для выплаты заработка сотрудникам, оплаты аренды. И правительство региона делает все возможное, чтобы поддержать бизнес. Предприятиям, которые занимаются перевозками, обнулили транспортный налог. В половину снижен налог на имущество. В 10 раз стоимость патентов. Причем большинство льгот оформят задним числом, начиная с января, а не с апреля. Мы сегодня снизили ставку по патенту. Если, к примеру, парикмахерская, где один стол, одно кресло, платили по патенту 9600 рублей в год, то сегодня они заплатят 960 рублей по упрощенной системе налогообложения. Мы снизили, допустим, с оборота с 6% до 1%. Минимально, что было возможно сделать на региональном уровне. Александр Бурков отметил, из-за снижения ставок областной бюджет потеряет около миллиарда рублей. Но это необходимо, чтобы сохранить малые предприятия и рабочие места. Также активно реализуют в регионе и федеральные меры поддержки. К примеру, губернатор лично встречался с руководителями крупнейших банков, чтобы решить вопрос предоставления кредитных каникул и выдачи займов под 0% для начисления зарплат. Как отмечают представители экономической сферы, такие шаги доказывают, что власть сегодня готова идти навстречу бизнесу. Существует определенная связь, контакт, такой оперативный контакт между представителями бизнес-сообщества и региональным правительством. Дело в том, что ряд решений, это действительно решение, которое настаивает бизнес-сообщество. А ряд решений, которые правительство делает на опережение. Необходимо отметить организационную работу, которую провело правительство. Губернатор на прямой линии говорил о том, что непосредственно с руководителями банков проводилось определенное совещание. И принятые меры позволили в значительной степени ускорить процесс. Не пропустят даже мучную пыль. В Москаленском районе начали шить медицинские маски. Защита повышенной степени. В работе используют ткани, с которой изготавливают спецкостюмы для работников атомных станций. Производство запустила одна из фабрик, которая раньше специализировалась на выпуске одежды для врачей и строителей. Когда маски попадут на прилавки, знает Юлия Думанова. Работа на фабрике кипит. В день здесь шьют полторы тысячи масок. Белая ткань, малискин, его еще называют вторая кожа. Используют такую спецодежду для работников атомных станций. Плотный материал не пропускает даже мучную пыль. При этом дышит. Еще недавно эта фабрика выпускала спецодежду для железнодорожников. Теперь шьют медицинские маски, лекалы и размеры подбирали сами. Как-то мы оперативно вникли в это дело, сразу перестроились. Девочки все это поняли. Все дружно вышли на работу и быстро освоили технологию масок. И начали их шить. Так что особых проблем у нас не было. Впрочем, признаются, на фабрике не обошлось и без сложности. Не было лицензии на этот вид работы. Получить ее в ускоренном режиме всего за неделю помогли в правительстве региона. По поручению губернатора защитные маски сейчас один из самых ходовых товаров. Теперь шьют изделия в промышленных масштабах. Стали узнавать, позвонили, с хозяйств начали звонить, спрашивать маски, маски нам надо. И мы начали, уже перешли потихоньку. Фабрика планирует расширить ассортимент. Скоро здесь будут шить защитные медицинские костюмы. Ткань уже закупили. Документы на получение разрешения на работу готовят. Заказчики тоже есть. Первую партию направят в местную больницу. Юлия Думанова, Павел Шибельников, Денис Доми, 12 канал. Узнают о судьбе родных, пропавших на полях сражений. Амичам предлагают поучаствовать в спецпроекте «Судьба солдата онлайн». Его в честь 75-летия Победы запустили добровольцы поискового движения России. Волонтеры помогут найти информацию о родственниках, которые пропали без вести или погибли в годы Великой Отечественной войны. Для этого нужно оставить заявку на сайте движения или на его страницах в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Добровольцы просят указывать любую информацию, которая может помочь в поисках. Фамилию, дату рождения, год и место призыва. Или последнее место службы или номер полевой почты из фронтового письма. Пройти в бессмертном полку все-таки удастся. Причем именно 9 мая в интернете начали формировать виртуальную колонну. Создана единая онлайн-платформа полк.рф.ру, куда стекаются фотографии фронтовиков, а также их родственников. От участников требуется только загрузить эту информацию. В День Победы транслировать шествия станут по всей России на медиаэкранах и всевозможных порталах. А в Омске придумали еще один вариант присоединиться к акции. Жители одного из домов свой подъезд превратили в музей, украсив стены снимками прадедов-героев. В центре композиции отпечатки детских ладошек в знак уважения и благодарности ветеранам. Наталья Бельская узнала истории подвигов героев. Людмила Золотарева восстановила по крупицам историю подвига прадедушки, чтобы рассказать ее сыну. Он тоже хочет стать военным. Дроздов Григорий Павлович ушел на фронт в августе 1941-го. Служил в Таганрогской краснознаменной дивизии, удостоен двух орденов и двух медалей, в том числе за отвагу при спасении командира. На выставке он сразу сказал, что это наш прадедушка. Всегда помнит, видит, знает. Я ему читала историю, которую нашла из архивных сайтов. Все его заслуги, за что он был награжден, где. Выставка к 9 мая в многоэтажке заняла два подъезда. Фотографиями родных и близких поделились практически все жильцы. Виктория Радостева принесла портрет дедушки. На снимке он с ее мамой, в те годы маленькой девочкой. Степан Григан воевал до победы. Освобождал Харьков, Курск, Белгород, Минск. Находясь на фронте, не забывал писать домой. Он всегда писал, что все хорошо, чтобы они держались. Потому что у бабушки было двое дочек. И, конечно, ей было всегда трудно поднимать этих детишек, растить. И он никогда не писал о себе, что ему там тяжело, или ему там сложно, или ему там страшно. Он всегда спрашивал, как ты, как дети. И что все будет хорошо. Самое главное, ты только жди. К портретам фронтовиков в подъезде многоэтажки относятся бережно. Рассматривают, изучают. К оформлению привлекли и местных ребят. Они нарисовали плакат и сделали центральное панно. Аппликацию из детских ладошек. Благодаря нашим дедам, благодаря тому, что они победили в этой войне, наши детки сейчас растут, живут, радуются. Летопись Великой Отечественной войны украшает и лифт. С фотографиями экспозиции жильцы уже поделились с родственниками в других городах. Многие не верили, что это не музей, а всего лишь подъезд. Но, как говорят создатели выставки, главное не место для экспозиции, а та память, которую она хранит. Наталья Бельская, Павел Манжос, 12 канал. И смотрите далее в программе. Аномально теплая весна ставит под угрозу посевную. Нужно делать почвенный анализ, знать, что туда земельки надо, да что этому растению надо, какое питательное вещество. Аграрии в срочном порядке запирают влагу в земле, что еще поможет пережить знойное лето и получить хороший урожай. Символ победы – георгиевские ленты – можно будет получить, не нарушая режима самоизоляции рядом с домом. И спортивная юбка для медведицы. В Большереченском зоопарке трехлетняя Соня проявляет таланты модельера и неустанно занимается спортом. На поля вышли раньше срока, но начинать посевную не торопятся. Омские аграрии приступили к работам и делают это с осторожностью. Всему виной погода. Из-за аномально теплой весны с полей испаряется влага. Сейчас ее пытаются запереть в почве, иначе будущие всходы могут оказаться под угрозой. Впрочем, прогнозы на урожай все же благоприятные. В этом году на омских полях планируют сеять новые культуры. Спрос на них не только в других регионах страны, но и за рубежом. Дарья Шадрина подробнее. Работы в полях Черлакского района не прекращаются даже в дождь. Аграрии удобряют почву. Говорят, в этом деле не погода только на руку. Земля лучше пропитается органикой. Подготовке к посеву – особое внимание. Важно не только удобрять, но и делать это правильно. Нужно делать почвенный анализ, знать, что туда земельки надо, что этому растению надо, какое питательное вещество. Техника, которая современная, которая может внести удобрение правильно, по норме. И эффективно используется. Не то, что разбросали, как это раньше было. Лишь бы разбросать это удобрение, потом чем-то заборонить. А это почву под семена. И поэтому мы надеемся, что получим хороший урожай. В Поляомске аграрии в этом году вышли на 20 дней раньше срока. Из-за аномально теплой весны снег сошел рано. И это добавило хлопот. У нас же в Сибири экстремальные условия для возделывания, введения земледелия. И главный лимитирующий фактор – это влага. И чем раньше сходит снег, а когда снег сходит, земля трескается, сильные ветра, влага улетучивается из почвы тоннами в воздух. То есть мы самое драгоценное в этом плане теряем. Влагу в почве закрывают, проводят специальные работы. Сейчас аграрии с осторожностью приступают и к посевной. Она уже началась в 20 районах области. Сеют горох и бобовы, морковь, ранние сорта картофеля. На юге региона приступили к посеву зерновых. В этом году планируют осваивать и новые земли. Мы ставим задачу перед районами, чтобы увеличить полностью использование пашни. Это в объеме на 30 тысяч будет ввод дополнительных земель. Зерновые и зернобобовые где-то увеличены будут на 90 тысяч. Ну и, конечно, основное внимание сегодня уделяем высокомаржинальным культурам. Это масличные культуры. У нас рапс, лен, подсолнечник, соя. Ну и ряд других. Мы тоже планируем, что посевные площади будут увеличены более чем на 20 тысяч гектар. Начинают омские аграрии работать и с новыми культурами. К примеру, горчицы. На нее есть заказы даже из-за рубежа. Ставку делают и на сурепицу. Это аналог рапса, непривередливый в уходе. Ждут и неплохой рожай зимы. Их снежные месяцы они пережили хорошо. И созреть в этом году могут даже раньше срока. Массово посевная кампания в регионе стартует в середине мая. Это традиционные сроки. Завершить работы в полях планируют к концу месяца. Наря Шадрина, Сергей Гаврилов, 12 канал. Детские лагеря в Омске начнут работать в июле. Речь о четырех загородных учреждениях. Это Иртышские зори, Дружные ребята, Лесная поляна и Юбилейный. Летнюю оздоровительную кампанию перенесли из-за пандемии коронавируса. Те, кто взял путевки на более ранние даты, смогут вернуть деньги в полном объеме или перенести сроки отдыха ребенка. Эти вопросы администрация будет решать с родителями в индивидуальном порядке. Получить необходимую информацию можно по телефону, указанному на экране. А вот пришкольные лагеря летом работать не будут. Их откроют только на осенних каникулах. Амичам не будут раздавать георгиевские ленточки на улицах. Такое решение приняли из-за ситуации с коронавирусом. В этом году традиционная акция пройдет в новом формате. Амичи получат символ победы в супермаркетах, аптеках и на заправках. Ленточки сюда уже доставили. Раздавать их начнут на следующей неделе. Кроме того, амичей просят найти свою георгиевскую ленту дома. Многие бережно хранят их из года в год. С черно-оранжевым атрибутом победы предлагают сделать фотографию, выложить в соцсети историю о том, почему акция важна, и сопроводить свой рассказ нужных хэштегами «Георгиевская ленточка» и «Лучше дома». Украсят город ко дню победы цветущей вишней и черемухой. В Омске продолжают разбивать сад памяти. Уже высажено 4000 деревьев. Напомню, акция «Всероссийская» и всего в стране появится 27 миллионов деревьев в памяти о каждом погибшем солдате в годы Великой Отечественной войны. В нашем городе будет 16 тысяч таких живых мемориалов. В основном это хвойные породы – пихта, ель, сибирская сосна, лиственница, а также деревья, которые цветут в мае – вишня, сирень, черемуха и яблоня. Посадки ведутся в разных частях города – в Пушкинском сквере, на Иртышской набережной, улице Заозерной, в сквере Героев-Авиаторов и, конечно, в Парке Победы. Разбивка сада сейчас в песке идет. К 22 июня планируется сделать подсыпку дорожек в Отсеве, чтобы удобно было ходить, и сад мог принимать посетителей. Эта акция будет продолжаться. Она каждый год, посадки будут увеличиваться, и, соответственно, сад будет разрастаться. Присоединиться к акции может каждый. Посадить дерево в честь Героев войны на своем участке или даче. Место, где появится саженец, нужно отметить на интерактивной карте на сайте «садпамяти2020.рф». А фоторепортаж с рассказами о фронтовиках разместить в соцсетях с хэштегом «Сад памяти дома». Обули тяжелую технику Минобороны на Омск-Трансмаши изготовили гусеницы для танков участников Парада Победы. Обновленные машины готовы пройти по Красной площади, как только будет выбрана новая дата торжества. По словам специалистов, гусеницы никак не повредят покрытию. Они выдерживают бронетехнику весом свыше 50 тонн. Металлические ленты многоразовые, прослужат еще долгие годы. Отмечу, сегодня в Омске серийно изготавливают все основные типы гусениц, обеспечивая ими российскую технику. В 2018 году была запущена уникальная автоматическая линия, аналогов которой нет во всей стране. Это позволяет производить различные по конструкции и размеру ленты. Они всегда примчатся на помощь. Сегодня профессиональный праздник отмечают фельдшеры. Одними из первых медиков поздравили омские волонтеры. Они привезли к 9-й медсанчасти цветы и подарки. И еще раз поблагодарили специалистов за их труд. Именно от оперативности и решительности работников скорой зачастую зависит жизнь пациента. Особенно, когда счет идет на минуты. О людях, чья профессия спасать жизни, Екатерина Балучевская. Боли в кишечнике, потеря сознания и сердечные приступы. На подстанцию скорой по-прежнему поступает множество вызовов, никак не связанных с коронавирусом. Пандемия не отменяет других болезней, говорят фельдшеры. Как и всегда, они спешат к тем, кому нужна помощь. Александр Исанович, у нас вызов 33-я северная, 122. Этому пациенту госпитализация не понадобится. Симптомы несерьезные. В больничной карте она автоматически открывается на планшете. Хронических заболеваний не зафиксировано. Тем не менее, выяснить, что беспокоит человека, медики обязаны. Кстати, сейчас добраться до пункта назначения скорая может в рекордные сроки. За 12-15 минут вместо 20. Режим самоизоляции избавил город от пробок. А еще от аварий. Количество вызовов на ДТП значительно сократилось. Зато к детям стали ездить чаще. В сложившейся ситуации даже незначительное повышение температуры у ребенка – повод набрать 0,3. С большей осторожностью, с большими средствами защиты мы заходим. Чтобы никаких серьезных проблем не было, я защищу себя и ребеночка, которому приехали, две маски одену. Детей чаще всего рви. Во-первых, сейчас всегда же так, в весенний-осенний период, всегда обострение вот этих всех проблем. Несмотря на то, что детки в основном дома сидят, все равно, все равно болеют. За сутки одна бригада отрабатывает по 15-20 вызовов. В основном на здоровье жалуются пенсионеры. Правда, иногда преувеличивают симптомы и просят измерить давление или объяснить, как правильно пить таблетки. Но бывают действительно тяжелые случаи. Таких немало. Пациент впадает в кому. Чтобы спасти его, есть пара минут. Машины оснащены всем самым необходимым. В каждой есть аппарат искусственной вентиляции легких. Он помогает поддерживать дыхание не только пациентам с COVID-19, но также при инсультах, черепно-мозговых травмах и сильных отравлениях. Есть в скорых и вот такой кислородный ингалятор, дефибриллятор и автоматический дозатор. Он заменяет капельницу. Выезжают бригады и к пациентам с подозрением на COVID-19. Такие вызовы отрабатывает пара машин. С начала мая добавят еще две группы. Специалисты прошли соответствующее обучение. Историю болезни записывают строго по телефону. Никаких документов. На бумаге вирус живет до пяти дней. К пациенту только в защитном костюме. Он полностью исключает контакт с инфекциями. Так создан федеральный приказ, что мы должны иметь противочумные костюмы настоящие. Они из специального материала. Они именно специально рассчитаны на все особо опасные инфекции. На чуму, на оспу, которая вроде как нет, но она все равно где-то периодически появляется в теплых странах. То есть на все, все, все. В приказ они попали, дай бог памяти, когда появился птичий грипп. Это тоже коронавирус, кстати. Трудиться медикам сегодня приходится в усиленном режиме. О том, как важны специалисты на передовой, сейчас говорят не только пациенты. Поддерживают фельдшеров и бизнесмены. Бесплатно заправляют скорой. А также помогают приобрести маски и респираторы. Екатерина Булучевская, Павел Манжос, 12 канал. Но сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Сеть магазинов у дома» Тюкалиночка. ИП Сорокина Оксана Владимировна. Питомцы Большереченского зоопарка устроили гимнастику по медвежьи. Азы физкультуры в зверинце показала бурая медведица Соня. Упражняется хищница с завидной регулярностью, при этом с утяжелителем. Спортивный снаряд заменяет старая шина. Соня у нас молодая девушка. Ей всего три года, поэтому она, конечно же, очень активная. Она очень любит одеть такую юбочку, так называемую, резиновую, из колеса. И вместе с этой юбочкой и прыгать, и бегать. Кроме того, в Большеречи продолжается конкурс на лучшую кличку. Имена подбирают троим медвежатам. Детеныши появились в семье бурых медведей Фомы и Маши. Сейчас малыши уже окрепли, с любопытством изучают вольер и много играют. Предположительно, это две девочки и один мальчик. Точно ветеринары скажут в ближайшее время после осмотра. Варианты имен ждут на официальной странице зоопарка до конца недели. Топ наиболее подходящих опубликуют в мае, а после запустят голосование. Три самых популярных имени присвоят медвежатам. Магазины у дома «Тюкалиночка» и молочные продукты от маслосыркомбината «Тюкалинский». Ежедневно свежие продукты для поддержки иммунитета. Молоко, творог, сметана, масло, сыр, кисломолочные продукты, хлеб, десерты, морсы. Собственное производство, оптимальная покупка. Хорошо, что есть «Тюкалиночка». Далее подробный прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Ресторан «Халиф». Настоящая восточная кухня теперь с доставкой на дом. А также самовывоз со скидкой 40%. Ресторан «Халиф». 903-923. Все для прочного забора, красивой кровли и надежного фасада вы найдете в компании «Красивый дом». До конца апреля закажи товар со скидкой с доставкой по Омской области. Телефон 8 908 111 84 31. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Омск Сайдинг Инвест. Металлочерепица, профнастил, окна ПВХ. 999 222. Спонсор прогноза погоды ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажи теплиц в Омске. Завтра 29 апреля в регионе пасмурно, местами дожди. Температура воздуха в Омске ночью 8-10 градусов тепла, днем до 22. В районах в ночные часы до плюс 11, днем термометры покажут 15-20 градусов. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Построил дом, посадил дерево, вырастил сына. Поставь теплицу. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. Доставка бесплатна, монтаж быстро. При покупке теплицы скидка на монтаж 30% и парник в подарок. Площадь у Кит Интерьера и Континента. Телефон 50 50 23. Такими событиями запомнится этот вторник. Спасибо за внимание и до завтра. Продолжение следует...